Кто там? Соленого, да. Ура! И ты нас не обманул. И действительно, Сергей настоящий счастливчик. Друзья мои, я спешу вас познакомить. Сергей Тузов, чемпион мира по динамичной пирамиде 2013 года. И кто, как не спортсмен, знает, как ему нужна удача. Поэтому именно о ней нам сейчас Сергей расскажет. Сереж, ну расскажи нам всем, какое место в жизни профессионального спортсмена занимает удача? Ну, могу сказать, что большое количество турниров, игр, соревнований всяких разных. Приходится очень много играть. И в любом турнире, где неплохой результат, либо выигрываю, либо попадаю в финал, без удачи не обойтись. Поэтому одно из главных мест в жизни спортсмена занимает удача. Тебя можно назвать действительно счастливым человеком, который просто все говорят? Да вот Сергей Тузов, да это просто удача, да он родился в рубашке. Вот ты можешь себя так и назвать, или ты сам сшил себе эту рубашку? Ну, я бы скорее сказал, что точно я не родился в рубахе. Не было каких-то супер запоминающихся моментов, где мне повезло. Скорее, сам ее себе шью еще до сих пор, я бы сказал. Сереж, ну давай поговорим сейчас о главном событии в твоей жизни. Ты буквально недавно стал чемпионом мира. И помогла ли там тебе удача, или это действительно твой профессионализм и годы тренировок? 16 лет тренировок. Рассказывай. Без удачи, как я уже говорил, нигде нельзя, тем более в финале чемпионата мира. Там получилось так, что я на протяжении всей встречи уступал в одну-две партии. И уже не помню сейчас конкретные моменты, где-то там везло, что соперник не оторвался дальше. Тогда бы уже догнать было очень тяжело. Помню вот один случай, уже в самом конце, когда проигрывал по партиям, по-моему, 6-4. Александр оставался выиграть одну партию, до 7 побед играли, у меня еще три. Там я ошибся, играли в динамичную пирамиду, то есть играется одним красным. Ошибся, и у соперника стала совсем простая позиция. То есть в эту игру чем больше шаров стоит в середине стола, тем проще. И осталась примерно позиция вот такая, что-то похожее на то, что сейчас на столе. Он бил с руки, то есть ставил шар в любую точку стола, куда ему удобно. И сыгрывал, и потом оставалась легкая позиция. То есть ему оставалось забить даже не 8, по-моему, а 5 или 6 шаров. И он чемпион мира. Да, он на тот момент был действующим чемпионом мира. То есть у меня, скажем, оставалось на победу в тот момент процентов 10, не больше. Вот, ну получилось так, что он ошибся на очень простом шаре, и вся эта позиция в итоге досталась мне. Ну, в тот момент я считал это очень большой удачей. Ну, бывают такие курьезные случаи, когда, скажем, турнир проходит в бильярдной. Я вот помню тоже очень давно, наверное, лет 10 назад в Москве, был, не помню даже в каком клубе, играли турнир. Я помню, что у моего соперника, опять же, была очень выгодная позиция. Много шаров на столе было. Очень выгодная позиция для того, чтобы закончить партию. Но когда он только начинал подходить к столу, на соседнем столе, кто-то очень сильно ударил. Вылетел шар с соседнего стола, прилетел вот так вот на наш стол и разнес тут все. Вот. Ну, позицию восстановить не смогли, так как шаров было на столе много. И, да, нам сказали заново переигрывать партию. То есть вот тут, да, вот в этот момент мне, конечно, повезло. В следующей партии, я надеюсь, кто-то был на твоей стороне? Уже не помню, если честно. Это было 10 лет назад. Он, наверное, просто проиграл. Ну, давай, ты как действительно самый счастливый, удачливый человек поделись со всеми. И вот пожелаю всем большой удачи. Желаю всем никогда не опускать руки. Даже в те моменты, когда кажется, что все потеряно. Удача прийти может в любую секунду. Главное верить в это. Всем удачи. Спасибо большое, Сергей. Вот смотри, в начале нашей беседы мы проверяли, счастливый ты человек или нет. Сейчас, под конец, я хочу с помощью тебя проверить, счастливая ли я девушка. Если ты сейчас разбиваешь пирамиду и попадает шар в лузу, хотя бы один, то я действительно счастливая. Если нет, то не видать мне в жизни счастья. И удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...